Состоялось очередное заседание Законодательной палаты Оли Маджлиса. В повестке дня вопросы, связанные с ратификацией Международной конвенции в сфере авторского и смежных прав, усилением ответственности за нарушение требований градостроительства, упрощением системы, процедул регистрации промышленных образцов и другие. За дискуссиями парламентариев наблюдала Надира Закирова. Очередное заседание Законодательной палаты Оли Маджлиса началось с обсуждения законопроекта, который послужит сохранению видов лоры и фауны, занесенных в Красную книгу. Документам предусмотрено внесение изменений и дополнений в законы об охране использования растительного мира, животного мира, об охоте и охотничьем хозяйстве. В частности, устанавливаются требования, запрещающие и ограничивающие использование редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу страны. Депутаты также постатейно рассмотрели законопроект, в рамках которого упрощается система процедур регистрации промышленных образцов. Принят очень важный закон, который имеет большое значение в развитии современного Узбекистана. Это вопрос присоединения к Женевскому акту ГААКского соглашения. Наши производители, разработчики промышленных образцов приобретают преимущество в регистрации промышленных образцов в соответствии с международными требованиями. Отвечая всем международным стандартам и требованиям данных процедур, наши субъекты предпринимательства имеют возможность регистрации этих образцов не только в рамках этой международной организации, но и в тех странах, в которых предусматривается дальнейшая реализация этих товаров. Также парламентарии рассмотрели законопроект, в рамках которого рацифицируется международная конвенция в сфере авторских и смежных прав. Приседение к Римской конвенции имеет очень важное значение в том плане, что таким образом Узбекистан заявляет о том, что в Республике Узбекистан отныне будут под охраной права исполнителей, изготовителей фонограмм, а также организацией передач с тем, чтобы предупредить их незаконное использование на территории нашей страны. Таким образом, Узбекистан берет на себя обязательства охраной прав исполнителей, изготовителей фонограмм и организацией передач других стран в Республике Узбекистан. Одним из рассмотренных законопроектов усиливается административная и уголовная ответственность за нарушение требований законодательства, связанных с градостроительством. В проектном законе предусматривается усиление административных и уголовной ответственности в сфере строительства. Проектом закона предусматривается резкое увеличение административных штрафов с двух до десятикратного размера, строительство без разрешения и нарушение генеральных планов, а также самовольный снос несущих стен и реконструкция подвальных и первых этажей. Данным проектом предусматривается уголовное наказание. Дискуссии коснулись и проекта закона, которым вносятся изменения и дополнения в закон Республики Узбекистан о лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах. По всем одобренным документам приняты соответствующие решения. На этом заседание Нижней палаты парламента завершило свою работу.